Приветствую! День тишины и уже выборы. Как у вас настроение? Боевое. Отличное боевое настроение. Рейтинги проводите? Вот всякие социологические исследования, что они вам показывают? Встречайтесь с избирателями. Нет. А вы знаете, надо уметь читать между строк. Проводят все наши оппоненты, проводят рейтинги. И когда я смотрю, что один кандидат проводит, он на втором месте, второй проводит, тот на втором, третий, а я везде где-то там рядышком. Ну вот я замечаю, что все я делаю правильно и все у нас получится. То есть вы нигде далеко не отходите, даже в покупных рейтингах. Встречи и общение с избирателями – важная часть вашей компании? Важная, конечно. Ну, надо сказать, что я все пять лет общаюсь с людьми. С избирателями, они всегда избиратели. Последние пять лет я являюсь депутатом областного совета, председатель комиссии по правам человека. Я общаюсь с людьми каждый день. Поэтому для меня ничего нового или что-то особого не произошло. А вот те люди, которые знают вас уже как опытного депутата, как человека, которому они поверили, они к вам как-то приходят, говорят, что молодец, что идете в мэры, чего желают? Притом, знаете, приходят и говорят, дайте вашу продукцию, мы будем ходить, раздавать, агитировать. Это те люди, которые за эти пять лет были в моей приемной, те люди, которым я… Кому помог, кому не помог. Самое интересное, знаете, вот есть люди, которым, ну, не смог я помочь, потому что, ну, уже очень там серьезные вопросы, и не совсем, как бы, юридическая сторона правильная. Но все равно эти люди приходят, потому что они видят, что я к этим людям относился, ну, со всей душой, можно так сказать, и пытался что-то для них сделать. Люди хотят, чтобы я был, все-таки, чтобы я продолжал свою политическую деятельность. Но, тем не менее, невооруженным взглядом видно, что на сегодняшний день у вас наименьшее количество агитации. Ну, какой агитации? Ну, я имею в виду бигборды, один-два, палатки, всевозможные. Например, повесить тысячу бигбордов, это примерно 7 миллионов гривен в месяц надо потратить. Ну, если честно сказать, для этих 7 миллионов я бы нашел совсем другое применение. Я мог бы помочь очень многим людям, хотя, ну, как бы, недостатка нет, возможностям этим людям помогать. Ну, я считаю, что от того, что на майке дворника написана какая-то партия, это не значит, что за эту партию люди пойдут голосовать. Бигборды по истечению двух-трех дней, это уже такой замыленный пейзаж, который едешь по городу, и от того, что у одного кандидата там больше тысячи, у второго около тысячи, у третьего еще что-то, это не значит, что люди пойдут голосовать. Если пойдут голосовать по бигбордам, ну, вот так вот они и жить будут. То есть вы, мягко говоря, не замусориваете город ненужной рекламой, а делаете ставку на личных беседах, на встречных? Личные беседы. Я делаю свою работу. Если люди считают, что своей работой, своими делами я доказал, что я могу делать и могу подобрать команду, они будут за меня голосовать. Если нет, ну, на силу мил не будешь. Но, тем не менее, находятся недоброжелатели, которые вот сейчас начинают вам вспоминать ваши же обещания или обязательства, которые вы брали на себя еще в 2010 году, говоря о том, что наконец-то начинается их выполнение. Вот как вы относитесь к таким? Вы знаете, для меня это настолько странно. Да, я знаю, о чем разговор. В 2010 году, когда я баллотировался в областной совет от Люботина, я сделал кое-какие, одно, одно я сделал, такое обещание, что я сделаю скважину. Были выделены деньги облсоветам, были выделены деньги, ЮЖД помогало, но я не стал там депутатом. И новый депутат, который, ну, избрался в 2010 году, я ему, кстати, помогал, и вот бюджет выделил деньги, и скважину начали делать. Поэтому, ну, знаете, это похоже на то, что я обещал жениться и купить дом, но потом моя невеста ушла к другому, а дом все равно я им должен купить. Ну, заметил эту вещь один журналист, поэтому, ну, вы знаете, ну, я не знаю, это заказ какой-то, ну, глупый при том, и абсолютно мне непонятный. А как вы вообще вот относитесь к таким вещам? Их же сейчас очень много появляется, в частности, вот фейковые аккаунты ваши в соцсетях, вот буквально на днях. Ну, аккаунты вспоминают какие-то, знаете, вот еще было одно обещание. Несколько лет назад так получилось, я нашел своего деда, которого убили в 18-м году, и папа мой рос сиротой, и я восстановил всю историю. Кстати, мой дед закончил более 100 лет назад ветеринарную академию в городе Харькове, и он погиб во время геноцида. Он причислен к лику святых. У меня дед святой. И я, когда это нашел, вот мой папа своего папу не знал, а я теперь знаю деда своего. И я решил в этой ветеринарной академии сделать стипендию имени своего деда. Но обычный, вот для меня это обычный рядовой вопрос. Мы сели с дочкой, с сыном, решили, я говорю, давайте сделаем там одно, две, три стипендии, и в ветеринарном университете будут стипендии имени вашего прадеда, моего дедушки. Договорились, поехал к ректору, договорился. Все, я выделяю деньги. Кто будет стипендии эти распределять? Я говорю, ну я хочу, чтобы это получали ребята, которые хорошо учатся и не очень финансово спроможны. Ну и помочь как бы, чтобы люди ценили. Значит, началась какая-то вакханалия. Сначала мне говорят, а сколько вы хотите выделить? Я говорю, ну там, допустим, 10 тысяч гривен, пять стипендий по две тысячи. Мне говорят, вы знаете, давайте на эти деньги построим погреб, в котором будем выращивать грибы. Я говорю, а зачем? Ну для коммерции. Я говорю, да подождите, я не хочу для коммерции, я хочу память деда увековечить. Потом я говорю, ну хорошо, это не хотите? Давайте конюшню построим. Да не хочу я конюшню строить. Давайте возьмите на себя волейбольную команду финансировать. Я говорю, да елки-палки, да не хочу я, я хочу студентам эти деньги давать. Потом говорят, вот, все, приносят, мне список дают. Вот список, пять человек по две тысячи гривен, платите им стипендии. Я говорю, кто этих людей выбрал? Ну, а я хотел, чтобы это был студенческий коллектив какой-то. Ну, то есть, чтобы сами студенты решили. Есть же там студенты, самоуправление какое-то, чтобы они выбрали, кому эти деньги платить. Потом я начинаю проверять. Ну, уже как бы наученный опытом. Начинаю проверять. Одна секретарша, один кандидат наук, чей-то сын, одна чья-то любовница. Ну, что мне делать? Вот я плюнул, повернулся и ушел. Поменялся там ректор. И вот с 16-го года я эту стипендию сделаю. Только я не знаю, опять, ну, поеду к новому ректору, буду с ним разговаривать. Студентам хочу платить эту стипендию. Пожизненно ее буду платить. Пока я жив, эта стипендия в этом институте будет, в университете. Но не буду никаких строить коммерческих проектов в этом университете. Вот такие вещи. Обещал, да, не выполнил, но выполнил. Ситуация поменялась, выполнил. Насчет каких-то фейковых аккаунтов нету ничего. У нас есть одна страница, это в Фейсбуке, это страничка политической организации городской, нашей партии «Солидарность», которая я там пишу, и пресс-секретарь пишет. Все остальное не наше, от лукавого. Вот они появились вчера. Почему появились перед выборами? Значит, я кому-то опасен. Значит, кто-то меня не хочет. Значит, у меня хорошая социология. Вот вам и ответ на те вопросы. Правдивая человеческая. Надо делать социологию или не надо? Если против нас включают такие механизмы, значит, у нас все в порядке. Никто же не борется. Там есть несколько кандидатов, которых знать никто не знает. Их вообще нигде не видно. Но с ними же никто не борется. Борются с нами. Ну, люди, да вы известные в Харькове. Не один год уйдете в Харькове работу. Давайте немного поговорим об избирателях, а точнее о разочаровании. Потому как, опять же, Facebook, как известно сейчас, технология передавая, и все читают. И когда известные люди, да, в Харьковской среде пишут о собственном разочаровании, за ним начинают подтягиваться те, кто это читает, и думают, ах, если эти люди разочаровались, тогда и мы не пойдем на выборы. Ну, абсолютно это неправильно. Я читал, сегодня мне показывали одного очень мной уважаемого человека. Я с ним познакомился. Я уважаю его за прямоту и жесткость, за то, что он сделал для этой страны. Вот вы знаете, я сегодня позвоню ему. Я не буду ему писать в Фейсбуке. Это личное. Просто он должен пойти и проголосовать. Если он не голосует, значит, он сдался, значит, он согласился с тем, что ему навязали эту технологию. Не надо за меня. Пойдите и порвите этот бюллетень, чтобы им не смогли воспользоваться. Фальсификация возможна только тогда, когда много бюллетеней свободных, то есть много людей не пришло на избирательные участки. Вот эти бюллетени могут взять, бросить в урну, отметить кого угодно, там, сказочного персонажа или еще кого-то. Но если вы хотите бороться, да пойдите и проголосуйте за кого угодно или против кого угодно. Поставьте там две галочки, это не будет считаться. Перечеркните, еще что-нибудь сделайте. Но свой бюллетень используйте, потому что его используют те люди, которые хотят сфальсифицировать. А вот как вы относитесь к такому явлению, которое было очень популярно, не знаю, будет ли оно использоваться опять, вот эти гречкосеи, всевозможные подкупы избирателей? Такое. Вот сегодня пришла ко мне на прием женщина, у меня с утра был прием граждан, пришла женщина и говорит, я хотела зайти в подъезд, меня не пустили, сказали, что если вы от одной политической силы, которой вот заклеен весь город, тогда мы вас пустим, а так вот каждый дежурный по подъезду никого не пускает. А рядом у нее пакет лежит с надписью этой политической силы. И вот эта вот женщина говорит, а это вам что, пакеты дали? Ну, а там бабушка сидит, ну да, дали, а что там в пакете? Ну, гнилая курица, там банка сгущенки, молока. То есть не просто начали уже раздавать пакеты каким-то людям, которые голосуют, а старшие по подъезду, вот тебе курицу, и ты в подъезд никого не пускай. Хотя я, например, противник того, чтобы мою агитацию, продукцию бросали в почтовые ящики. Ну да, ее зачастую не читают. Она заходит в любой подъезд, она валяется на полу, это деньги выброшены на ветер, ну, я противник этого. Вот вам, пожалуйста, конкретный подкуп избирателя, но законодательство на сегодняшний момент не разрешает, ну, как разрешает, можно подать куда-то и вынесут какое-то предупреждение, снять с выборов никого нельзя, ничего сделать нельзя, наказать за это нельзя. То есть у нас, знаете, как либерализация, если она уже начинается, так она во всем. То есть доходит до абсурда. Это неправильно. И еще немного о, скажем, тех технологиях, которые используются, опять же, против вас. И есть информация, которая появляется о том, что у вас есть определенный процент доверия горожан, но, опять же, пророчат вам должность в секретарях городского совета после выборов некая договоренность между администрацией президента и городским советом, такой обмен. А какой городской совет его еще не выбрали? Самое интересное, что если раньше мы могли спроецировать, вот идет какая-то политическая сила, набирает она вот столько-то процентов, и мы знаем, что столько-то человек из первой пятерки, десятки, двадцатки этого списка попадает в горсовет. На сегодняшний момент мы не знаем, кто из какого списка в горсовет попадет, потому что это могут быть люди абсолютно неизвестные в общем городе, но известные в том районе, где они живут, работают, и где они ведут политическую работу. Поэтому согласовать это ни с кем нельзя. Если кто-то что-то согласовывает с кем-то, я об этом ничего не знаю. Никто мне должность секретаря горсовета не предлагал. Это городской совет будет избирать секретаря, новый городской совет. Поэтому я про это слышал, первый раз это услышал от Сони Кошкиной, которая вот такую идею дала, только она идея какая-то недоконченная. Идея, что потом секретарь горсовета будет руководить горсоветом, а мэра уберут. Так зачем мэру договариваться, это какой-то абсурд. Там что-то не додумано, но идея в целом хорошая. Идея такая есть. Но я вам хочу сказать, если у нас будет большинство в горсовете, и у наших союзников, с кем мы будем общаться в горсовете, естественно, мы будем претендовать на место секретаря горсовета, и не только, и на членов фисполкома в том числе. Естественно. А для чего тогда идти во власть? Чтобы сидеть и слушать сказки? Да-да, и давить на кнопочки по указке. Мы же идем работать. Что первое планируете сделать? Когда? После выборов, в случае победы, в случае вот два варианта, в случае победы вы становитесь мэром города, и в случае не становитесь мэром, но попадаете в горсовет, в депутатскую инициативу. Если я становлюсь мэром, первым делом это полный аудит и перезагрузка власти, это, еще раз повторю, это не значит, что всех поголовно надо уволить. Те люди, которые работают, специалисты, у которых хорошая репутация, честные, работали на благо горожан, те работать будут. Дальше будем смотреть, при том, это будет при помощи общественности. Это не один я буду выбирать. У меня есть очень хорошая команда, естественно, я не могу сейчас озвучивать. Это профессионалы. Если мы становимся какой-то политической силой в горсовете, естественно, у нас есть союзники. Это партии, которые демократической направленности, как теперь говорят. Это наши союзники, которые много сделали за эти два года для того, чтобы в стране мир был. И, конечно, мы будем с ними сотрудничать и вместе с ними решать все вопросы, которые для города нужны будут. И самый негативный сценарий, вы оказываетесь в меньшинстве и попадаете в оппозицию. Вот работа в оппозиции, по-вашему, она не плодотворная или все-таки в ней есть рациональная ситуация? Вы знаете, в областном совете 136 депутатов, нас, оппозиционеров, было 19 человек. И мы работали и довольно-таки плодотворно. И сегодня мы видим, что те люди, которые, ну, так или иначе, с нами были связаны, они в облсовете, уже тоже перешли вот в такое большинство. Да, оно ситуативное, это большинство. Да, может быть, большинство это создано тем, что люди в основном хотят быть с властью. Это, кстати, тот посыл, который, если вы выбираете депутата на свой участок, например, от оппозиционного блока, а что он для вас делает? Депутат от оппозиции, ему очень сложно работать. Депутат от власти может для округа что-то сделать. Это тоже такое, хотя, да, но есть право выбора. Главное не прийти, главное прийти и выбирать. Главное прийти, потому как это технология, вот мы об этом много говорим, еще раз, это технология, вы никуда не ходите, уже все решено. Вот если, чем меньше придет людей на выборы, тем хуже будет опять горсовет, и все из этого вытекает. Еще одна технология, может быть, она не такая уж или не технология, людям рассказывают, что эти выборы, они такие более-менее кукольные, потому что они ненадолго. То есть эти депутаты работают полтора года, а потом будет все по-настоящему. Ну, во-первых, не полтора, а два, но это при условии, если примут новую редакцию Конституции. А если ее не примут, то это опять-таки на пять лет. И знаете, у нас в стране нет более продолжительного, чем временное. Поэтому это временное может быть сколько угодно. Но эти два года город тоже должен жить? Да, это, конечно, нас интересуют, выборы 2017 года. Хотя, на самом деле, сегодня у горсовета тоже навалом полномочий. И вот система, которая в городах существует, прямое волеизъявление, это выборы мэра, выборы в два тура, исполком выбирается, уже горсоветом. И полное народовластие. Но зависит от того, да, приводят такие примеры, знаете, вот когда в 90-х годах, по-моему, в начале 90-х, помните, были выборы руководителей предприятия. И я всегда смеялся, мне это было настолько странно, ну, представьте себе, вот, ну, то, что притча во языцах, это ГАИ. Вот представьте себе, сидят эти ГАИшники, и приходят, им говорят, вот выбирайте, один ваш парень, который вот точно так в кустах с радаром ловит, берет взятки там, передает куда-то, и вот второй, честный, правдивый, который сам не ворует, взятки не берет, и вам не даст. Вот у меня вопрос, кого выберут? Своего. Своего. Вот на заводе там алкогольных напитков, вот пьяница и трезвенник, кого выберут? Начальника транспортного цеха, да, который вместе с ними сидит и бухает. Ну, вот это вот тоже, получается, страна выбирает того, кого хочет видеть, город выбирает того, какой сам. Ну вот, если уже пора что-то менять, надо менять. Но, к сожалению, вот опять возвращаясь, передовая часть, умная, говорит, да я голосовать не пойду. Вот кто не идет голосовать, те помогают врагам. Кстати, о врагах, вот опять же, возвращаясь к соцсетям, к статьям и публикациям, ну, много как-то против вас собралось. Опять же, недовольство многих вызывает то, что вы, в отличие от других кандидатов, очень мало критикуете действующего городского голову Геннадия Кернеса. Это несмотря на 11-летнюю историю вашей борьбы с ним. Ну, вы понимаете, что сейчас, когда городской голову, вот все его критикуют, там уголовное дело, но я же не судья. Там есть суд, есть следователи, есть прокуроры, и есть еще тех, кто языком болтают и ничего не делают. Знаете, как есть такая поговорка, говорящий не имеет, имеющий не говорит. Я мало говорю, но много делаю. А они языком болтают и ничего не делают. Поэтому обсуждать кого-то, это самое последнее дело. Если вы хотите что-то сделать, пойдите и сделайте. Если вы хотите просто поболтать языком, покрасоваться, там, ну, пусть красуются, но я не такой, я не того воспитания. Я человек делаю, я делаю свою работу. Дальше я никому не собираюсь ничего доказывать. Вот, как бы там такое бытует мнение, мне даже один человек сказал, который харьковчанин, он мне говорит, а что вы сделали? Вот что вы сделали? Ну, я что, должен рассказывать, что я сделал в этом городе и для чего я это делал на протяжении многих лет? Ну, я не считаю это правильно, это все равно, что сделал доброе дело, а потом надо всем об этом рассказывать. Вот, те пять процентов, которые обо мне рассказывают по добрым делам, и то я вижу, какой шквал негативной реакции. Что вот, они там хвастают. Да не хочу я хвастаться. Делаю и буду делать, но хвастаться об этом не буду. Чего я построил, сколько я кому помог, но мне даже стыдно это, я не буду этого делать. Другого, давтяна, уже не будет. Мне уже поздно перевоспитываться. Я не люблю лезть, я не люблю, когда мне рассказывают, ой, какой вы хороший. Вот мне, когда меня ругают, я там вижу какой-то позитив для себя, я вижу, где надо исправиться. А когда меня хвалят, ну это лезть, а лезть я не люблю. Люблю прямоту и... Благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях программы «Отражение» был Александр Саркисович Давтян, кандидат на пост городского головы от партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Еще раз спасибо за интересную беседу. Вам благодарю за внимание. На все хорошее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин